Привет всем народ, меня по-прежнему зовут НДНД, и я вас поздравляю всех с наступившим 2025 годом. И значит, сегодня я вам внезапно представляю гайд о том, как настроить ваш OBS-студио для проведения прямых трансляций, чтобы у вас была красивая картинка, всё шло ровно-гладко и не было никаких подвисаний. То есть это видео отлично подойдёт для начинающих, либо уже средних стримеров, но которые испытывают проблемы с проведением стримов и некачественной картинкой. Если досмотрите видос до конца, то вероятно у вас всё наладится. А спонсором этого видео является моя страница ВК. Ну как бы не только ВК, есть также Телеграм, Дискорд, кому как удобно. И значит, я хочу порекомендовать услуги веб-дизайна от себя. Кто не знал, оформлением этого канала, превью для видео и оформлением других наших проектов занимался лично я. И в общем, я был бы рад с кем-нибудь посотрудничать. Есть группа ВК моей студии, где собраны все мои работы. К слову, те же самые превью довольно дешёвые, всего от 200 рублей. Значит, кто заинтересовался, пишите, все ссылки будут в описании. Начну, пожалуй, с того, что я занимаюсь проведением трансляций уже довольно продолжительное время. Ну вот совсем недавно, при проведении стрима по Ризику, по Резиденту Ивилу, я обнаружил то, что эта хрень на стриме, на трансляции лагает. При том, что в игре, в Резиденте, у меня было около сотни кадров. А вот на стриме были видны какие-то фрезы. И типа, в чём дело, в чём беда? Но вот вам спойлер. В итоге я, проделав некоторые манипуляции своими ручками, взял, да и всё исправил. И в итоге у меня стало всё красиво, гладко, и прямо глаз начал радоваться. Но, пожалуй, давайте начнём с самого начала. Разбирать всё поочерёдно, чтобы вы понимали, что за что отвечает. Перед тем, как перейти к ОБС, я вас попрошу, чтобы вы обновили его до актуальной версии, если у вас таковой нету. Ведь в более новых версиях программы появляются различные новые функции и улучшения, которые позволят нам ещё больше оптимизировать нашу трансляцию. Мы переходим к ОБС, но мы его не запускаем. Здесь нельзя пропустить одну довольно важную функцию. Это запуск ОБС от имени администратора, который позволит нам выделить высокий приоритет нашему ОБСу, чтобы его ресурсы никто не хапал, и тем самым немного уменьшить вероятность возникновения фризов. Чтобы ОБС самостоятельно каждый раз запускался от имени администратора, нам необходимо настроить эту функцию. Для этого мы нажимаем по ОБС правой кнопкой мыши «Свойства». И здесь в разделе «Совместимость» мы выставляем галочку «Запускать от имени администратора». Теперь уже можем запустить наш ОБС. Здесь я не буду объяснять о том, как добавлять всякие сцены и источники, так как это является очень простым, и в этом нет никаких проблем. Максимум, на чём я хотел бы остановиться, это проблема, которую я наблюдаю у многих начинающих стримеров. Да, я, конечно, понимаю, что качественные хорошие микрофоны – это очень дорого и для многих недоступно. Но, друзья, сейчас я вам открою просто вселенную, галактику, то, что в добавляемых источниках звука и в том же самом вашем микрофоне есть фильтры, и в фильтрах есть функция шумоподавления. И какого хрена вы её не добавляете? Просто её добавить, и уже будет большой прирост к качеству стрима. Да, конечно же, нужно учесть то, что это дополнительная нагрузка на ваш ПК. Но если вы можете себе позволить, то даже лучше включить обработку высокого качества. Тогда будет совсем шик. Ну и переходим к самому интересному – в настройке. В основном разделе нет ничего особо важного. Здесь можете выставить настройки по своему усмотрению, язык и тему оформления. Но могу вам посоветовать отключить функцию привязки расположения источника. Отключение которой позволит нам более удобно, более точно, чуть ли не до миллиметров, располагать элементы на экране нашего стрима. То есть до этого у нас бы все источники между самой магнитились, прилипали, и это было бы довольно неудобно. Перейдя в раздел трансляции, мы можем заметить, что здесь нам предлагают настройки того, куда мы вообще будем стримить. Думаю, здесь тоже должно быть все довольно понятно. Указываем сервис, куда мы стримимим, то есть либо Twitch, YouTube или что-то прочее. Выбираем сервер этого сервиса. Хотя я вам посоветую использовать рекомендуемую настройку по выбору сервера. И вставляем ключ потока, который вы найдете в настройках трансляции. Никому его не показываете. И также тут же я вам посоветую поставить галочку напротив пункта «Не следовать ограничениям», что позволит нам обойти эти самые ограничения. То есть, если бы у нас не стояла эта галочка, и, к примеру, мы бы стримили в 10 тысяч битрейта, то наш OBS выдавал всего бы 6 тысяч битрейта. Так как Twitch нам рекомендует проводить стримы в 6 тысяч битрейта. И наш OBS ничего ему не будет противопоставлять. И значит, мы просто ставим галочку и ни о чем не паримся. Раздел «Вывод» предоставляет нам настройки картинки, которая у нас уже будет выходить на стриме. В самом верху мы сразу же изменяем режим вывода на «Расширенный», чтобы получить расширенные настройки всего этого интерфейса, а не этот скудный набор. И если что, ребят, я рассказываю о настройке параметров именно для трансляции. Но, в принципе, для записи все будет примерно аналогично. Итак, в звуковой дорожке можем ничего не менять, оставить на одной. Трек для VOD на Twitch нас пока что не интересует. Пока мы с вами начинающие стримеры, пока у нас нет партнерки с Twitch. Но, чтобы вы понимали, это нововведение, которое позволяет нам не нарушать правила Twitch'а и не ловить страйки. Если что, можете со всем этим ознакомиться. И далее кодировщик, самая интересная и довольно важная часть настройки. Здесь нам может предоставляться несколько кодировщиков. Это X264, кодировщик от процессора, и NVIDIA H264. И, соответственно, если у вас AMD, то у вас будет AMD H264. И что же лучше всего нам из всего этого выбрать? Если говорить прямо, то лучше всего будет, выдавать более качественную картинку, будет кодировщик X264, кодировщик на базе процессора. Да, как бы это странно не было. Хотя, сейчас слышны различные рассуждения о том, что кодировщик Invence от NVIDIA, по крайней мере на базе видеокарт 20-30 серии, выдаёт картинку не хуже, чем кодировщик X264. Кто знает, кто что слышал, отпишите, пожалуйста, в комментарии. Ну что, ребят, нифига ведь вам непонятно, да? И также обычно, как бывает, у многих не особо мощные процессоры, и собрать отдельный стримерский ПК, как было бы это в идеале, не предоставляется возможности. И если же вы всё же решите повесить стрим на ваш процессор, то, скорее всего, ваша система начнёт захлёбываться, так как у вас запущены ещё и другие игры и приложения, и от этого у вас появятся потери в обработке трансляции. И в итоге нам приходится ставить стрим на нашу видеокарту, на кодек Invence или AMD. Кстати, особенность этого кодека в том, что он очень слабо влияет на нагрузку на нашу видеокарту. Вообще, в принципе, ребят, я вам рекомендую всё это тестировать. Помните то, что стримы это не просто тыкнул-запустил, и сидишь себе, общаешься, играешь, и... Нужно всё это налаживать и работать над качеством. Я, к примеру, если хочу что-то изменить, добавить, то запускаю приватную трансляцию на ютубе, захожу в какую-то игрушку и начинаю всё это тестировать и смотреть, как это будет выглядеть. Вам я также рекомендую брать это себе на вооружение и поступать так же. Идём дальше. В управлении битрейтом рекомендую ставить имена CBR. Это у нас стабильный, постоянный битрейт. А вот в значении битрейта уже довольно интересно. Понятное дело, чем больше битрейта, тем лучше, но тут всё не так просто. Во-первых, есть потолки. Стоит ли выставлять больше битрейта и выставлять его так много? Ведь не все сервисы принимают такое количество битрейта, и от этого картинка может вовсе не изменяться. И во-вторых, всё упирается в мощность вашего компьютера, который обрабатывает весь этот битрейт. И также в мощность вашего интернета и в его пропускной способности. Кстати, от количества битрейта действительно зависит качество картинки. Точнее, существуют реальные пороги по появлению разных разрешений и количества кадров для них. Вот, можете ознакомиться. Если что, можно узнать, из-за чего именно у вас происходят потери на стриме. И узнать это и многое другое можно в панели статистики. Включается она вот таким вот образом. И здесь мы получаем информацию о пропуске кадров по кодированию, рендерингу и сети. Если у вас пропуски кадров именно по сети, то и вам соболезную, и вероятно, ваш интернет не вывозит, и вам нужно понижать битрейт. Либо же менять провайдера. Если что, битрейт у нас указывается в килобитах в секунду. И это примерно равняется 10 мегабитам в секунду. Надеюсь, многие понимают, что ваш интернет предоставляет вам какую-то скорость. Там 50, 100 или 200 мегабит в секунду. И вот наш стрим берет и съедает от него эту выделенную скорость. И если ему не хватает, то мы понимаем, что будет происходить. О потреблении скорости сети мы можем узнать в диспетчере задач, какое приложение сколько ест. Для того, чтобы узнать, какая скорость вам вообще доступна, достаточно зайти на сайт speedtest.net и провести там тестирование. Но знайте то, что значения могут быть не совсем точны. Также здесь еще один немаловажный момент. Это куда вы именно стримите. Если вы стримите только на твич, то вам вполне хватит 8000 килобит. Тем более, что твич поначалу, пока вы не особо популярный стример, вас в этом ограничивает. А если же вы стримите на ютуб, то можете спокойно выставлять 15-20 тысяч битрейта. Интервал ключевых кадров тоже довольно немаловажная настройка. И тут все зависит от того, в какие игры вы играете и насколько они динамичные. Если вы играете в игры наподобие CSGO, PUBG или Fortnite и тому подобное, то ставьте 2 ключевых кадра. А если же вы играете в игры менее динамичные, наподобие каких-то карточных или же настольных, то ставьте 4 кадра и все будет отлично. Настройка пресета. Я даже имея не особо мощную видеокарту, обычно выбираю Max Quality, максимальное качество. Благодаря чему выдается довольно неплохая картинка. Но друзья, в принципе, можете поставить тоже максимальное качество, но знаете, то что все упирается в ваше железо. У вас может быть и потянет, но картинка может быть хуже. Тут нужно пробовать и экспериментировать. Профиль. Данная функция влияет на количество доступных для нас методов кодирования видео. То есть, если вы хотите стримить в более хорошем качестве, и если у вас не совсем хламовый процессор, то выбирайте пресет Hide. Предугадывание Look Ahead. Эта настройка влияет на количество бик-кадров, которые указываются чуть ниже. У меня лично настройка эта отключена, так как их я выставляю вручную, и типа нафига мне в них лезть. Психо-визуальная корректировка. Это невероятно полезная функция, которая позволит своеобразным образом сохранить ресурсы вашего компьютера. Обязательно ее включаем. Теперь объясню. Если происходящее у вас на экране сменяется на сцену менее динамичную, на которой мало чего происходит, то эта функция автоматически берет и понижает используемый битрейт до более маленького значения, тем самым понижает нагрузку на ваш компьютер, ему меньше нужно его обрабатывать и на ваш интернет. ГПУ или количество видеокарт, которые имеются в вашем компе. Явно у вас нету ни Crossfire, ни SLI, поэтому ставьте 0, а если же все же есть, то однерку. Максимальное количество бик-кадров. Здесь ситуация схожая с интервалом ключевых кадров. Если вы играете в какие-либо динамичные игры, какие-либо шутеры, то оптимальным значением будет 2 кадра. А если же в менее динамичные, то можете выставить 3-4. Или даже если вы большую часть времени стримите мало динамичные игры, если у вас экран статичный, то стоит включить функцию предугадывания Look Ahead. Тем самым вы сэкономите себе немного битрейта. В разделе аудио нет ничего особо интересного, мы его пропускаем. И раздел видео, в котором мы с вами можем настроить разрешение нашего экрана, нашего изображения, которое будет выводиться на наш стрим. Базовое разрешение экрана, это разрешение экрана, которое у нас записывается. Это довольно понятно, да. Нас же интересует разрешение экрана, которое будет у нас масштабироваться и вводиться уже напрямую на трансляцию. Здесь же опять всё упирается в мощность нашего компа. Естественно, если у нас комп слабый, то нам стоит оставлять это разрешение или даже его понижать. Тут у нас всё без вариантов. Но тут также встаёт вопрос, куда вы именно стримите. Если вы стримите только на YouTube, то у вас вполне есть возможность стримить в разрешении вплоть до 4К. Вам всего лишь нужно выставить разрешение 4К, то есть 3840 на что-то там. И да, вы даже не имея мониторов 4К сможете в нём стримить. Но помните то, что всё также зависит от битрейта. Если вы поставили разрешение 4К, то вам нужно установить подходящий битрейт, иначе ничего не выйдет. Кстати, если вы ставите разрешение 2 и 4К, то на YouTube включается специальный кодек, который немного улучшает качество изображения. Ну и про качество картинки в 4К разрешении я ничего говорить не буду. Но если же вы стримите только на Twitch, то, друзья, у меня для вас плохие новости. Если говорить открыто, то, являясь никем, ты Twitch'у просто не нужен, иди ты нахрен. То есть, во-первых, пока вы начинающий стример, вашим зрителям недоступно масштабирование видео. То есть, им будет доступно только то разрешение, в котором вы стримите. То есть, те же самые зрители с телефонами, с плохим интернетом, уже будут испытывать проблемы с загрузкой стрима. Также, естественно, отпадает и 2К разрешение, так как оно тем более у многих может не пойти. Да, вот такая вот несправедливость Twitch'а. Пока вы не наберёте какое-то количество подписчиков, пока на вас не выделят ресурсы Twitch'а, вы будете сидеть на одном разрешении. Кайфуйте. И в довесок Twitch нас ограничивает также и в битрейте. Всего 6000 битрейта, которого не хватает до Full HD. Тем самым, картинка немного портится. И многие даже предлагают, да что там они берут, и снижают своё разрешение экрана до 900p. То есть, примерно 1600 на что-то там. В общем, здесь исходите из того, что вы имеете, пробуйте, экспериментируйте и думайте сами. В фильтре масштабирования я рекомендую выставлять метод лансоша, 36 выборок. Но вы также можете здесь поэкспериментировать. И, естественно, количество кадров в нормальных ситуациях мы выставляем 60. Но если же у вас игра большую часть времени выдаёт меньше 60 кадров, упаси господи, то стоит понизить кадры до 50 или 40. В этом будет больше смысла. И следующий раздел горячих клавиш очень полезный, я вам рекомендую его использовать. В заключающем разделе «Расширенные» всё оставляем по дефолту. Мы изменяем только приоритет процесса. Ставим выше среднего, что нам ещё раз позволит выделить дополнительные ресурсы ОБСу и оптимизировать его работу. Ну что ж, друзья, мы с вами всё настроили, у нас всё настроено и готово к проведению вами стрима. Если вы смотрели всё внимательно, прошли через все этапы, то теперь у вас красивая картинка и просто всё великолепно. Но под конец видео добавлю своеобразный дисклеймер на тот случай, если у вас что-то вдруг не получилось. Да, конечно же, я отвечу на ваши все вопросы в комментариях, совсем помогу. Но, друзья, помните ещё раз, то, что всё упирается в ваше железо. Настройки могут быть одни и те же, всё может работать, но картинка на выходе может отличаться. Нужно самостоятельно настраивать всё под себя и выявлять слабые места в своём компьютере. Это может быть не только ваша видеокарта или процессор, даже если вы думали, что обновите что-то из этого, и у вас всё будет прекрасно работать, это не так. У вас могут быть слабые места как в вашей памяти оперативной, так и в жёстком диске. В общем, вам это нужно учитывать и апгрейдить при необходимости. Да, как-то видос затянулся на целых 15 минут, я хоть изначально планировал по-быстрому все это сесть, рассказать, показать, но чё-то пошло не по плану. И, кстати, изначальная идея была о том, чтобы сделать себе своеобразную шпаргалку, о том, как я взял всё и себе офигенно всё настроил. Насчёт стримов, я действительно пытаюсь постоянно улучшать их качество, добавлять разные фишки, плюшки и улучшать качество картинки. Так что я очень надеюсь, что наша аудитория, наши подписчики всё это оценят. Ну и новой аудитории я также буду очень рад, заглядывайте к нам на стримы. Я очень надеюсь, что я смог вам помочь всё настроить и начать свою стримерскую деятельность. Если так, то я очень буду рад вашим комментариям, лайкам и подписке к нам на канал. А если остались вопросы и какие-то проблемы, то пишите в комментарии, я на всё отвечу. В общем, у микрофона был НДН Дэна, это был канал Кубачевский, и я с вами прощаюсь. Но прощаюсь ненадолго. Всем удачи и пока.